Уже совсем скоро за партой в детском саду номер 72 сядет около 300 детей. Глядя на идеальный порядок в кабинетах, свежокрашенные, начищенные до блеска полы, а также то, с каким удовольствием воспитанники уже ходят на занятия, можно смело сказать, этим учебным заведением руководит мудрый начальник и настоящая хозяйка. Речь идет об Ольге Полховской, педагоге, которая кроме внутреннего вида ясли сада позаботилась и его внешней составляющей. Увлекаясь ландшафтным дизайном и флористикой, Ольга Николаевна заразила своим примером всех сотрудников. В итоге по периметру сада растут вечно зеленые туи, около крыльца разбиты полисадники с самшитом и цветочной композицией. Это лишь часть того, что было сделано к новому учебному году. Было проведено и благоустройство территории, разбиты новые клумбы, вдоль изгороди, ограждения территории посажены декоративные туи. И сейчас, смотря на наше учреждение, радуются глаз не только краскам, но еще и безопасности. Средняя школа номер 24 заведение рассчитано почти на тысячу учеников. Казалось бы, от такого количества детей страдает качество ремонта. Полы в кабинетах, спортзале, зона общепита и инвентарь в кабинетах. Все это во многих учебных заведениях очень быстро теряет свой первоначальный вид, невзирая на ежегодный косметический ремонт. Однако эта школа исключение из правил. Главное – подходить к делу с умом, поддерживать и следить за состоянием учебных классов каждый день, уверен директор заведения Виталий Щерба. Следуя этому принципу, руководство школы позволяет себе делать не только косметический ремонт, но и более глобальную реставрацию. Капитальный ремонт вы видели. Это входная группа, это крыльцо школы, которое было сделано силами наших и педагогов, и нашего техперсонала, которые работают в нашем учреждении. Вы видите, что внутри школы ведется работа по замене противоопасных дверей в коридорах школы на двери ПВХ. Проведен ремонт спортивного зала, обеденного зала школы, и, естественно, ремонты проведены во всех учебных кабинетах. Вы проходили, вы видели, с помощью отдела образования была приобретена интерактивная доска. Кстати, в этом году в 24-й школе появился новый тренажерный зал для старшеклассников, которые уже посещают дети. Идея преобразовать пустующее помещение принадлежит директору школы. Казалось бы, вот это железо, но оно стоит денег каких-то определенных. Что-то мы нашли у наших коллег в других школах, что-то мы приобрели сами самостоятельно. Это велотренажер, это тренажер лыжи, скамейки для пресса, гантели. По словам заместителя начальника образования Московского района города Светланы Иванюкович, несмотря на некоторые сложности, все школьные учреждения добросовестно отнеслись к подготовке к новому учебному году. С целью определения готовности учреждения образования к новому учебному году распоряжением главы администрации Московского района были созданы две комиссии, в составе которых работали специалисты отдела образования, центры гигиены и эпидемиологии, службы МЧС, комбинаты общественного питания, организации обслуживающей торгово-технологическое и холодильное оборудование, пищеблоков, медицинские работники. Расходы бюджета на эти цели в этом году составили 7 миллиардов 535 миллионов. Вместе с тем коллективы учреждений образования привлекли в ней бюджетных ассигнований в размере 4 миллиарда 619 миллионов. 1 сентября в Московском районе города западный сядет 34 тысячи учащихся и воспитанников, в том числе 3 тысячи первоклассников. В целом все учреждения образования района максимально эффективно задействовали ресурсы, выделенные на преобразование и реконструкцию своих объектов. Поэтому родители могут быть уверены, все условия для благотворной учебы детей уже созданы.